Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сейчас буду рассказывать о ленивой подкормке огурцов золой. В предыдущем видео я вам говорила, что... Кстати, мне Надюшка тут помогает, прижилась кошечка. Плохо только, что огурчики отгрызает маленькие. Такая оказалась плодожорка. Ну вот, в предыдущем видео я вам говорила, что огурцы очень любят подкормки. И если вы оставляете много плетей, я вот оставила лишних 2 пасынка. И поэтому решила подкормить их, потому что побольше потребуется растению, питательных веществ. И хочу два слова сказать, что огурцы, я вот только что говорила, это такие у нас теропыги. Что вот то, что сегодня мы польем, сейчас добавим в землю, сегодня же и завтра мы получим на столе. Потому что обычно они плодоносят весь сезон с ранней весны до самой поздней осени. И мы не сможем дождаться того периода, когда у нас нет плодов. Вот томаты мы сейчас можем смело обрабатывать хоть чем, потому что у них нет плодов. А огурцы отличаются. Мы от вредителей другие препараты для них выбираем, желательно биологические, не вредные для организма. И подкормки люди предпочитают делать натуральные, экологически чистые. Потому что, еще раз повторю, вот сегодня я добавлю, завтра это все уже будет в огурце и у меня на тарелке. Я рассказывала, что отходы со стола применяются, можно луковой шелухой, можно хлебом растворяют хлеб, можно дрожжевые подкормки. Вот я сейчас буду делать подкормку золой. Я считаю, это самая-самая ленивая подкормка, потому что она самая быстрая, не нужно ничего настаивать, не нужно ничего, не сбраживает она ничего. Сейчас я вам покажу. Я беру золу. А, еще добавлю, что сейчас в интернете много-много всяких статей, в которых пишут, что нужно обязательно знать состав золы. Он зависит от того, из чего, из какого дровесины было сожжено. Но я так скажу, я никогда не оцениваю, из какой дровесины. Я никогда не узнаю, из чего нас сожжена, привозят в деревню. Я любой золе рада, и по своему опыту знаю, мне кажется, вся зола идет на пользу. Нет, вредные золы, конечно, тоже нужно в меру. И вот я делаю так. Нужно одну столовую ложку распылить, припудрить, вот здесь вот приствольный вот этот круг, и потом сверху полить, и все. Но я даже одну столовую ложку не отмеряю. Я знаю, что у меня здесь 7 растений, я вот сразу 7 столовых ложек в чашечку сделала. Беру маленькое ситечко, и вот так, хоп-хоп-хоп. Надюша, как бы тебя не припудрить. До этого грунт я хорошо полила луночки. Видите, зола сразу же, она замочилась. Я сейчас сверху еще поройду, лейкой полью, вот по этому же. Все, подкормка готова. Буквально 3-4 минуты. Если бы вот здесь еще Надюша не шарилась, я бы сейчас сразу и второй припудрила. Но она прямо здесь сидит, я ее припудривать, конечно, не буду. Я сейчас ее заманю в дом. И вот здесь все распылю, все вот эти 7 столовых ложек. Как вы видите, это действительно ленивая подкормка. Но это очень полезная подкормка, потому что в этом зале, вы знаете, что там много макро-микроэлементов, там у нас есть и фосфор, и калий. Все, что нужно огурцу. А азот у меня уже есть в качестве перегноя я добавляла. Так что я надеюсь, после вот этой подкормки еще больше вот таких красивых, зеленых, пупырышчатых, хрустящих, свежих огурчиков даст мне вот этот куст. Но и не только этот, а все, которые я припудрила. Все, до свидания. Продолжение следует...